Субтитры сделал DimaTorzok Я уже ни на что не претендую, но я люблю аналитику Ивана, поэтому всех своих зрителей приглашаю. Скоро у меня будет 100 тысяч, поэтому будем уже отраздновать как члены Серебряной Кнопки с тобой вместе тоже. Друзья, я... Да, лучше не члены Серебряной Кнопки, а мозг Серебряной Кнопки. Да, давай вот так. Окей, смотрите. Последние дни происходит такое некоторое отрезвление, мне кажется. Если сперва после звонка Байдена Путину пошла разрядка и многие сказали, ну вот, получил он, значит, этот вот кремлевский гоблин, значит, по зубам от американцев, то сейчас я слышу все больше скепсиса говорят, что, ну, неспроста это все, наверное, большая сделка за спиной Украины более чем реальная. Иван, ты знаешь больше, чем многие, и, конечно же, больше, чем я, потому что ты отслеживаешь российский эстеблишмент активно. Расскажи, что реально, по твоему мнению, произошло? Ой, ты знаешь, я думаю, что Джо Байден взял себе такую цель свергнуть Владимира Путина, если совсем коротко. Мне кажется, именно в этом направлении все идет, а Байден хочет стать, вообще, в принципе, он себя позиционирует как новый, вот, transformational president, то, что называется по-английски. Это президент, который вносит огромные изменения в ход американской истории. Таких людей было не так много, ну, вот, например, Рейгана таким называют, который изменил реально и экономику Соединенных Штатов очень сильно, и социальную сферу, и внешнюю политику. Победил империю зла, то есть Советский Совет. Ну, там, Рузвельт таким же президентом, наверное, является. Ну, и Кеннеди, да, я бы сказал еще Кеннеди, который сумел провести разрядку с Хрущевым, и Карибский кризис решил без ядерной зимы. Хотя, тогда, мне кажется, это был самый пиковый момент близости мира к ядерной зиме, к ядерной войне. Да, пожалуй, да, да. Ну, в общем, Байден, вот, видишь, он и внутри Америки затеял очень серьезные программы преобразования. И на внешней арене он сейчас столкнулся с очень серьезной проблемой. Проблема называется Китай. Не Россия, даже, а Китай. Но до Китая дотянуться ему очень тяжело, поэтому он принял решение воздействовать на Китай благодаря, с помощью, точнее сказать, китайских союзников. Окружение Китая, вот, одним из, наверное, самым главным союзниками Китая сейчас является Россия. Точнее сказать, не союзником, а союзник — это громкое слово, вассал, это будет правильнее назвать. Байден хочет устранить прокитайское руководство в России, и чтобы там было руководство прозападное, а проамериканское. Мне кажется, вот такая сейчас у него стратегическая цель его политики. И, исходя из этой цели, он устраивает и тактические свои задачи. Тактическая задача у него, конечно, сейчас, главное — добиться раскола в российской элите. Только серьезный раскол внутри российской элиты может привести к изменению режима в этой стране. Для того, чтобы этот раскол осуществился, Байден эту элиту российскую раскачивает, как гнилой зуб. Раскачают в разные стороны. Вот Байден занят примерно тем же, судя по его политике. Он в один день говорит, что Путин убийца, на следующий день он звонит Путину, предлагает встретиться. Потом он вводит санкции, потом он приглашает Путина на саммит и так далее. Мы видим эти... Это че? Да, это раскачивание. Таким образом, вследствие такой политики, я подозреваю, в России очень скоро, если уже не, появятся два лагеря. Один лагерь будет как бы прозападным лагерем, выступает за выстраивание отношений с Западом на мирных основах, на основах какого-то сотрудничества. Другой лагерь будет выступать за максимально жесткие отношения с Западом, за нападение на Украину, за введение войск куда-нибудь в Латвию, в Эстонию, что-нибудь такое. То есть, шантажировать Запад. Вот эти два лагеря, в какой-то момент они должны подраться между собой, собственно, и когда это произойдет, тогда, как я предполагаю, и как, я думаю, предполагает Байден, в этот момент произойдет смена режима в Российской Федерации. То есть, вот это я так вижу в целом. Вот, ну, лагеря антизападные, я так понимаю, это Патрушев, Шойгу, все знакомые, но мне же все те же. А вот кто это прозападная группа? А прозападная группа, мы недавно, ее неизвестно называется прозападная, она, скажем так, проденежная. То есть, это люди, которые деньги зарабатывают, да, то есть, они продают на Запад российские природные ресурсы. Шла в какой-то взлом или кто, я не знаю. Недавно дал о себе знать первый человек из этой группы Олег Дерипаско, of all people, как говорится. Он написал у себя в Твиттере, извините, не в Твиттере, а в Телеграме, он написал очень интересный пост о том, что российская статистика врет, что бедность в России на уровне не 12 миллионов, как сообщает официальная статистика, а 80 миллионов. Что ситуация в экономике страны катастрофическая, что все очень-очень плохо. Почему он это сделал, это заявление прямо перед посланием Путина федеральному собранию. То есть, он как бы заранее опроверг Путина, который потом всем рассказывал, какой он мудрый правитель и как все замечательно в России. Извините, на Шойгу, на Дерипаску повлияли там как-то. Видимо, ему дали по зубам, по рукам, уж не знаю, по какому месту. Он переписал этот свой пост. Но факт, он переписал, что правительство России оказывает внимание развитию бизнеса и социальной сферы. Ну, короче, такой официозный пост получился переписанным. Но, как говорится, первое слово дороже второго. Потому что Дерипаска, очевидно, абсолютно недоволен тем, что происходит в России. Он хочет изменить то, что происходит в России. И он поднимает фронту против того, что происходит сейчас, против того курса. Кстати, мало кто заметил, но один из ключевых моментов в выступлении Путина, если ты обратил внимание, было его предложение отбирать дивиденды у тех предприятий, в том числе с иностранным капиталом, которые не хотят эти дивиденды вкладывать внутри России, а хотят вывозить на Запад. То есть Путин сказал, что поддерживать будем только тех, кто будет инвестировать. Что это такое? Это называется экспроприация прибыли, собственности. Будем забирать деньги у тех, кто их заработал внутри России и будем их отдавать куда-то там на силовые структуры. То есть мы видим раскол еще и по этой части. То есть те люди, которые зарабатывают, сейчас встали в жесткое противостояние в России с теми, кто их тратит. Тратят их, конечно, эти деньги в основном силовики. Ну, кстати, я тут добавлю, недавно в «Русском Форбсе» было очень слезливое интервью Виктора Виксельберга, одного из мощнейших тоже олигархов прошлой эпохи, владельца Суала, покупателя яиц Фаберже для российского руководства, там в музее он их потом сдавал. И он там так говорил, я думал, что я понимаю Запад, я думал, что я для Запада свой. А тут мне так дали серком по яйцам, ввели эти санкции, я вообще не знаю, как вообще дальше жить. Ну, прям без слез читать было невозможно. И важно понимать, что делать. Виксельберг один из тех, на кого наложили санкции в пакете наказания за Украину. Вот я не помню, то ли за Крым, то ли за Донбасс, то ли за вмешательство в американские выборы, но где-то вот Украина там фигурировала. И Виксельберг, кстати, тоже, как и Дерипаска, они с алюминиевого бизнеса. По Дерипаске важно сказать нашим зрителям в Украине, что он владелец у нас Николаевского глиноземного завода, купил его еще во времена Кучмы, потом на него были наложены американские санкции. И вот вроде как он его продал мировому трейдеру Глинкору, но все-таки, судя по данным Единого реестра, Дерипаска остается, конечно, бенефициаром Николаевского глиноземного. При этом важно еще помнить, что Дерипаска человек с очень сложной судьбой, скажу так. Он в свое время, во-первых, познакомил Манафорта с Ахметовым, а тот уже привел Манафорта к Януковичу и внедрил его в команду. Во-вторых, сам Дерипаска был связан с уголовными кругами в 90-е, братья черные, и попал в черный список американцев. Братья черные, и список черный, но не потому, что братья черные, потому что он стал невъездным, на него стали там ФБРовцы охотиться. Он привлекал Боба Доула, бывшего кандидата в президенты США, для того, чтобы ему организовали поездку в Америку, лоббиста нанимал его. Но Доул сделал ему встречу с ФБР, он влетал в Америку по визе, ну, организованной ФБР, давал какие-то показания на российскую организованную преступность. Потом этот инцидент с этой, как ее, рыбкой, Настей Рыбкой, которая разболтала там лишнего с отдыха на яхте. Ну, там интересно, что в этот момент... Приходит и так дальше. Ну, и последняя, Дерипаска был женат на дочери Юмашева. Полина Дерипаска, его бывшая супруга, это дочь Валентина Юмашева, нынешнего советника. Он у Путина, да, советник до сих пор, по-моему? Юмашев, по-моему, последняя, что у него виллу нашли какую-то на кайфе. Ну, и он там, да, супер богатый, он женат на дочери Бориса Ельцина, но это не дочь Полины Дерипаска. Короче говоря, такой он крут, этот вот Дерипаска, он в таком вихре российского эстеблишмента, уже крутится четверть столетия, но при этом он на Западе пытался выстраивать отношения, потому что все-таки алюминий важен для западной авиационной промышленности. Для Запада он стал чужим, но при этом многие на нем обогатились на Западе. Короче говоря, ну, если Дерипаска эту роль на себя попробует одеть, я помню Прохоров, Михаил Прохоров, как раз еще один такой младо олигарх из 90-х, партнер Потанина, где он там был? В Норильском Никеле, да? Он пытался, но ничего у него не вышло, быстро сдулся. Если Дерипаска попробует, это будет интересно наблюдать. Но, извини, я тебя перебил. Да, про Дерипаску еще один интересный момент, когда вот этот весь инцидент был с Настей Рыбкой, с эскортницей, которую они звали на яхту, там катались на яхту, он же был там с... Приходько, Приходько. Приходько, да. Это бывший советник Путина по внешней политике, да. Самый главный человек в команде Путина по внешней политике. То есть они там что-то обсуждали, как раз американские выборы. То есть... Обсуждали Викторию Нуланг, между прочим. Там они говорили, что Нуланг где-то была в России на каких-то там лагерях учебных, и там ее... На корабле она плавала. Ну да, на что-то там как-то ее надругались над ней русские матросы. Вот что-то вот неприятное, как это было. Контекст для Нуланг в разговоре Дерипаски и Приходько. Но закончилось вот... Закончилось ничем, да. Дерипаска под санкциями, хотя, я думаю, всю жизнь мечтал бы из них выскочить, потому что он, наверное, один из немногих, кому они реально испортили жизнь. По Дерипаске самое важное, вот как бы, кстати, доминантная черта его характера. Кстати, он, извини, он партнер Ярославского нашего, ребята, еще... Цель Дерипаски в жизни стать частью западной элиты. Не российской элиты, не северокорейской элиты, а частью западной англосаксонской желательно элиты. Вот чего он хочет больше всего на свете. И нынешняя политика Российской Федерации мешает осуществлению этой цели. Причем очень сильно мешает. Она его не приближает к осуществлению этой цели, а отдаляет. Из-за этого Дерипаска бесится. Насколько я понимаю, он бесится. Не один. Таких людей в России очень много, которые хотели бы стать своими на Западе. Но Путин их от Запада открывает и тащит вот туда, в сторону Северной Кореи. Им это нифига не нравится. И вот, собственно, для того, чтобы эти конфликты становились все более острыми внутри российской элиты, и работает Байден, работает его дипломатик. Ты сам знаешь, что дипломатическая команда Байдена, внешнеполитическая, это люди с обалденно крутым опытом, умом профессионалы редчайшей породы. Это суперпрофессионалы. И почти все они говорят по-русски, все они знают русскую литературу, русскую политику, русскую историю, все что угодно. Это специалисты по России. И, насколько я понимаю, Байден сейчас будет бить именно в эту точку. Именно туда. Соответственно, я думаю, вот все его внешнеполитические инициативы, все его решения внешнеполитические, они должны рассматриваться вот именно в таком контексте. Но при этом санкции, которых мы ждали от американцев, они нас удивили своей слабостью. Потому что, ну, санкционный список такой себе, не сильно известные персонажи. Запрет на работу с российским госдолгом для американских компаний касается только первичного рынка. Это легко можно обходить. То есть, гора родила мышь. Мне кажется, это наших многих сограждан Украины удивило. Ты знаешь, и да, и нет. И да, и нет. С одной стороны, да, конечно, санкции не самые жесткие, надо понимать. Но тут опять очень важны два момента. Момент номер один. Американцы сейчас все эти санкции вводят синхронно с Европой. То есть, они вынуждены подстраиваться под европейский темп введения санкций. Ну, а там это вообще импотенция. Это, во-первых. Во-вторых, еще что очень важно. То, что Байден, да, он не раскрывает все свои карты одновременно. Он оставляет... То есть, он зашел, условно говоря, с козырной шестерки, да. Потом произойдет семерки. Потому что он сразу туза не будет доставать. Он хочет, чтобы добиться своей цели без задействования каких-то... Без тяжелой артиллерии, что называется, да. То есть, не кувалдой, условно говоря, а скальпелем. И если ты помнишь эту историю с введением санкций в марте текущего года, это же были санкции за использование химического оружия по американскому закону, запрещающему, собственно, использование химического оружия. Там какой механизм? Сначала вводятся небольшие предупредительные санкции, как выстрел в воздух, да. Типа, стой, кто идет, бам, воздух стреляет. И потом, если страна, применившая химическое оружие, не исправилась, если она не устранила вот эти все нарушения, не покаялась и не предоставила американцам доступа к своей химической программе, программе по производству химического оружия, а Россия, естественно, этого всего не сделает. Так вот, в этом случае через три месяца вводятся уже намного более серьезные санкции. Список этих санкций есть. И там, например, такие меры, как запрет аэрофлоту на совершение полетов в Соединенные Штаты Америки. Это почти моментально обанкротит аэрофлот. Это вывод российского посольства и российских консульств из Соединенных Штатов. Это, например... Не, ну ты реально говоришь, что возможно посольство вывести, тогда это разрыв неподношений. Да, да, да. Вот я тебе говорю, там серьезные абсолютно вещи. Между выстрелом в воздух и выстрелом в голову есть большая разница. То есть в июне ожидается уже выстрел в голову. Понимаешь? Ну хорошо, даже не в голову. Я тут, наверное, перебарщу. Наверное, не в голову пока, а в руку или в ногу. Вот такого плана ожидается. В голову пока нет. Там, в этом списке санкций, есть, например, запрет на операции с российским госдолгом на вторичном рынке. Ты понимаешь, что это... Это совсем другой купорос. Это не первичное размещение. Это совсем... То есть там запрет на операции с любым российским госдолгом. То есть Россия лишается важнейших финансовых инструментов. Там запрет, например, содержится на... Запрет на импорт, точнее экспорт в Россию оборудования и материалов для нефтегазовой промышленности. Сам понимаешь, без нефтегазовой промышленности Россия далеко не уедет. Российская экономика протянет, ну не знаю, полгода, наверное, да? И много других не менее веселых вещей. То есть по закону Байден это даже не то, что хочу объявлю эти санкции, хочу не объявлю. Он будет обязан в начале июня эти санкции ввести. Я так понимаю, что Байден хочет договориться... Он как бы это Путину показал. Смотри, друг, вот у нас есть такое. В июне я это ввожу. Если ты не А, Б, С, отведешь войска от Украины, если ты не освободишь Навального, если ты там не сдам что-нибудь еще. Путин сейчас думает. Он не отвергает вот эту идею проведения саммита с Байденом, который Байден привозил. Давай по рекламу. Что это за саммит с Байденом? Это саммит капитуляции Владимира Путина, как я его вижу. Кстати, я тебе перебью. Креплику скажу, как раз вот сегодня стало известно, что Байден в июне отправится в европейское турне. Он посетит саммит Большой Семерки в британском городе Корноуэль. И потом саммит НАТО и саммит США и ЕС в Брюсселе. Это будет от 11 до 14 июня. Где-то там, возможно, он и с Путиным пересечется. Я так ставлю ремарку для тех, кто... Ну, на саммите НАТО вряд ли Путин появится. Ну, может быть, они по дороге где-то там в Рикявике или, не знаю, в Ирландии. Ну, может быть, да. Но, ты знаешь, я думаю, вот именно на встрече Большой Семерки Байден будет обсуждать, вот этому Корноуэля будет обсуждать со своими партнерами по Большой Семерке возможность введения общих вот этих санкций, то есть синхронных. Потому что синхронизация санкций – это важно, чтобы олигархи, условно говоря, если запрещают Америке экспортировать вот эти оборудования для нефтяной промышленности, чтобы Европа не начала это экспортировать вместо Америки. Понимаешь? Так, ты мне что-то пропал на секундочку. Так, я возвращаюсь. Вернулся, да? Да, вернулся теперь. Вернулся, да, да, да. Значит... Ты слышал последнее, что ты сказал? Да, конечно, про оборудование для нефтегазовой промышленности, которое критически важно. Нет, ну, самое главное, то, что это в Кормуле они, скорее всего, будут обсуждать введение общих санкций, единого пакета санкций. Не только американские, чтобы они были, но и европейские, канадские, японские и так далее. Вот такая история. Так, у нас технические неполадки, я правильно понимаю? Технические неполадки. Ты меня не видишь или видишь? Вижу, вижу. А, все в прятки тогда, да. Ты пару раз пропадал. Ну, смотри, да, да. Мы обсуждали саммит Большой Семерки, где будет рассматриваться этот вопрос по санкциям, которые могут ударить по нефтегазовому комплексу России, но при этом... Я вот вчера в Блумберг написал, что, например, американская администрация воодушевлена звонком Байдена, считает это тактической победой, заставили Байдена считаться с Москвой, взаимодействовать с Москвой и вернуть Россию на первый план, потому что раньше у Байдена Китай был на первом плане. Так что они как бы побрятся кастрюлями на кухне, обратили на себя внимание. Побрятся в оружие на наших границах, они не обратили на себя внимание. Поэтому, но тут вопрос по Украине. А что Украине, понимаешь, с этого? Потому что выходит, что мы просто наблюдаем за... Как это... Мы наблюдаем за полем битвы с какого-то там ложи, да, зрителей и никак не участвуем. И призыв того же самого Майкла Макфола, который сказал, что Байдену было бы неплохо перед встречей с Путиным или Зеленского увидеть на нейтральной территории или залететь в Киев по дороге, ну, наверное, не будет реализован, потому что и Макфол не в администрации, и планы о встрече Байдена и Зеленского никак не объявлены до сих пор. Да, я думаю, это не будет реализовано. По той простой причине, что Байден очень хорошо знает всякие вот эти уловки и ухищения российской, еще даже советской дипломатии. Он же дела имел чуть ли не сгромыка в свое время. Он знает, как облуплены все эти... Он прекрасно знает, насколько важен символ, то есть не быть, оказаться для российской дипломатии. То, если Байден сначала заедет к Зеленскому, то Путин будет собранным на встрече с Байденом, настроенным очень недоверчиво и очень недружелюбно, да. А Байдену нужно, чтобы Путин был на встрече с ним мягким, размягченным, скажем так. Чтобы Путин был уверен в своей силе, чтобы он думал, что у него все хорошо, что дела идут отлично и так далее. Надо брать его тепленьким, а не тогда, когда он во всеоружии готов к любому повороту событий и так далее. Поэтому я думаю, что Зеленскому надо быть готовым, потому что Байден сначала встретится с Путиным, а уже только потом с ним. Как раз это делается для того, чтобы... Не потому что Путина Байдена настолько сильно уважает. Нет, не в коем случае. Наоборот. Потому что Путина надо сначала размягчить перед этой встречей, и уже потом в мягкого Путина уже будут наноситься какие-то удары со стороны Байдена. А я себе это так вижу. Но, по крайней мере, я бы на месте Байдена делал именно так. Не повышал бы уровень бдительности российского президента перед встречей с ним. Но роль Украины в этом всем так до сих пор и не ясна. Наши амбиции вступления в НАТО не вызвали энтузиазма, по-моему, даже в самой Америке. Северный поток... Мне кажется, администрация Байдена хочет мириться с Европой, и для них Северный поток может стать разменной монетой, чтобы снять этот вот негатив по трамповской эпохе. Ну, войска отозвали как бы просто телефонным звонком Байдена, Путина. Это хорошо, но мы рассчитывали на больше, мне кажется. А снятие эскалации? Снятие эскалации, соответственно, снимает украинский вопрос с повестки дня, и, соответственно, Украина опять отходит на задний план, как такая страна, которая может вызывать или только красную, так как красная лампочка мигает там, возможно, на агрессии России и привлекать внимание, или опять на второстепенных ролях. И поэтому... Каких-то прорывов может и не произойти. Ну, может быть, это не так уж и плохо. Ты же понимаешь, что внимание к Украине было бы максимальным, если бы началось вторжение. Поэтому я считаю, что, может быть, даже лучше, что нет максимального внимания к Украине и к украинским делам. Я думаю, внимание будет сохраняться в любом случае. Почему? Потому что Украина важна для Байдена лично. Он, вот как я сказал, что он собирается влиять на Китай с помощью России. Я уверен, что Байден примерно так же собирается влиять на Россию с помощью Украины и с помощью Беларуси, кстати, что тоже важная история. Поэтому Украина никогда полностью не пропадет с радаров американской администрации. Она, более того, я думаю, будет всегда находиться на одном из первых мест, ну, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Поэтому жаловаться на то, что никакого внимания Украине не уделяется, мне кажется, было бы не совсем справедливо по отношению к администрации Байдена. Я абсолютно, кстати, уверен, что он приедет, Байден, на празднование 30-летия независимости, а может быть даже, ну, если сам Байден... На Баби-Яр еще может прилететь, я слышал, второй вариант на Баби-Яр, или Баби-Яр, или независимый. Да, то тоже, тоже возможно. Это, мне кажется, было бы очень важно с символической точки зрения, это было бы очень хорошо, но до этого главная задача, надо все-таки, как говорится, eyes on the prize, да, то есть главная задача Байдена это все-таки сковернуть Владимира Путина, надо об этом не забывать. Байден не... Он, как мне кажется, он довольно правильно выстраивает приоритеты. Покуда Путин остается во власти в Российской Федерации, не будет решен вопрос с Донбассом никак. Не начнутся даже никакие серьезные переговоры по Крыму. Украина не вступит в НАТО, пока Путин у власти там в России находится. И там тоже европейская интеграция тоже, скорее всего, в значительной степени будет заблокирована. Пока находится у власти вот этот человек. Поэтому, конечно, главная задача это поменять режим Российской Федерации сейчас для Байдена. Как я это вижу. Я могу, конечно, ошибаться. Естественно, Байден со мной не консультируется, но те его действия, которые он сейчас совершает, мне кажется, они очень хорошо укладываются в эту конгу. Смотри, еще один момент хотел обсудить. Вот где-то два месяца назад началась тотальная зачистка Медведчука. Человек переместился в повестке дня за шаг до власти в повестку дня за шаг до тюрьмы. И это случилось молниеносно. До этого Медведчук продавал этот страх. Говорил, троните меня, Путин нападет. Тронули Медведчука, каналы закрыли, вчера их на днях в Ютюбе забанили. Ничего не произошло, кроме этих учений, которые тоже с непонятной целью собирались. То есть, выходит, что все, Медведчук лопнул. Это миф о его всесиле похоронен или что? Он сам там пыжится, рассказывает, что я не сдамся, буду защищать сограждан и так дальше. Но мне кажется, это уже какая-то агония. Но, может быть, я ошибаюсь. Что-то Пукума своего Путин сдал достаточно легко. Ну, вот смотри, опять же, та же ситуация. Можешь меня поправить, может быть, я не совсем хорошо ориентируюсь в украинской политике, но мы, когда говорим Медведчук, мы подразумеваем Путин. То есть, это как бы такая украинская рука Владимира Путина. Я думаю, так, в общем, справедливо называть этого человека, обозначать его, скажем так. И поэтому, конечно, долгое время был страх. Я так понимаю, был страх и у Зеленского, пока Трамп был во власти в Америке, и у Порошенко был страх трогать Медведчука. Они боялись, потому что они понимали, что это то же самое, что трогать Путина. Им было страшновато и тому и другому. Но, когда поменялась власть и когда Байден дал четкий сигнал, что теперь главным иностранным политиком в Украине будет не Владимир Путин, теперь главным иностранным политиком в Украине буду я, президент Байден. И вот тогда, собственно, появилась возможность, появилась смелость, скажем так, у украинской власти выгнать Медведчука с важных позиций, которые он занимал и в медиа, и в бизнесе, и в политике, и так далее. И, как мы видим, опять же, действительно, ты прав. Вот эта вот история с не трогайте Путина, там Путин в сердце. Медведчука. Ну, я говорю, когда мы говорим Медведчук, вот так возражаем Путин. Да, да. Так вот, выяснилось, что ничего подобного, что Путин не в состоянии защитить своих людей в Украине. Он сделал им хорошую, скажем так, пиар, то есть, пиар страшный, всемогущий, там, значит, такой темный, мрачный, и не трогайте меня. Но потом, когда потрогали, выяснилось, что ничего кроме пиара-то и не было. Были какие-то крики, вопли, но все, на этом все кончилось. И Байден стал действительно сейчас главным иностранным политиком в Украине. Путин уже на втором, а то и на третьем месте после Байдена и каких-то его людей. Вот эта операция, мне кажется, была совершенно блестяще, проведена Байденом, Зеленским, ну, скажем так, Украиной и ее западными партнерами. Мне кажется, хорошо. Как Зеленскому построить отношения с Байденом? Ну, самое простое и самый сложный ответ будет на этот вопрос сделать так, чтобы Украина была успешным государством западного типа. Если она станет таким государством, то в этом случае Байден будет просто на руках носить Зеленского. Если действительно это получится сделать. Других способов, каких-то хитрых, странных, я думаю, просто нет. Зеленский должен сделать Украину успешной. Для этого там нужны какие-то реформы, очевидно, реформа, наверное, судебная, реформа правоохранительных органов. Но если это получится, то Байден с удовольствием будет приезжать в Украину, с удовольствием поддерживать. Потому что он хочет видеть результат, что его усилия по поддержке Украины, они не пропадают в пустоту, что они дают какой-то результат ощутимо. И если будет такой результат, то я думаю, от Байдена поддержка будет не просто усиливаться, она будет удваиваться, она будет просто по экспоненте идти, потому что он будет видеть, что деньги, ресурсы, усилия, интеллектуальные, материальные, какие угодно, они не пропадают в бесконечность, в пустоту и дают хороший, скажем так, результат, который потом сам Байден сможет продемонстрировать своим уже избирателям в Америке. Он сможет сказать, смотрите, я взялся за Украину, вот вам, была страна растерзанная, там несчастная, все такое, а сейчас под российским влиянием, а сейчас успешно западное государство. В этом направлении надо действовать и все будет прекрасно. Друзья, все, кто нас смотрели, спасибо, это был Иван Яковин, подписывайтесь на его канал, потому что и на канал Сергея Личенко тоже. Вот это рисковый с твоей стороны стейтмент. Ничего страшного. Посмотрим, какая будет потом волна ненависти в адрес, но вас нужно воспринимать такими, какими есть. Итак, обсудили, все, всем пока, хорошего времяпровождения за просмотром интервью. Счастливо. Спасибо, Иван, пока. Счастливо. Все, отключаемся? Так, я сейчас пытаюсь понять, как мне тут сохранить, нужно остановить закрыт.